Итак, это историческое видео. Я бы хотел затронуть тему нескольких факторов, которые привели к распаду СССР. Но начну я, пожалуй, издалека. Начну я, пожалуй, издалека. Начну я с главного реформатора России, Михаил Сергеевич Горбачев. Это бывший глава ЦК КПСС, затем уже первый и последний президент СССР с 90 по 91 год, а также он был главой ЦК КПСС с 85 по 91 годы. Смотрите, я сразу озвучу свою мысль. Винить во всех смертных грехах Михаила Горбачева сможет только человек с гипернизкой социальной ответственностью. Человек, который всю жизнь складировал свою ответственность на плечи других людей. Михаил Горбачев это то лицо, которое пришло в рамках причинно-следственной, внутриполитической, внутрисоветской связи. Он пришел в свое время, в свою эпоху и совершал те самые необходимые реформы, которые были неизбежны при советской власти, при поздней советской власти в 80-х и 90-х. И смотрите, я вам рекомендую запомнить одну простую истину. Чем сильнее закручивают в стране гайки, тем интенсивнее в одну историческую эпоху их будут раскручивать путем тотальных реформ, путем самой жесткой демократизации и либерализации. Ну и соответственно Михаил Сергеевич Горбачев пришел в ту эпоху, когда гайки уже были невероятно сильно закручены и пришло время их раскручивать. Почему? Потому что советское население, советское общество, оно уже требовало подобного. И соответственно та старая советская система, которая была еще при Андроповой, при Черненко, при Горбачеве, при Брежне, при Хрущеве, она не могла существовать в дальнейшем. Почему? Потому что советский номенклатурный аппарат начал себя изживать еще при поздней Брежневской эпохе. То есть в конце 70-х годов как раз и начался процесс де-факто реформации Советского Союза. И реформы стали соответственно неизбежны. Вообще знаете, с момента распада СССР прошло чуть более 30 лет. В августе мы опять будем с вами смотреть по всем российским и по всем постсоветским федеральным каналам про Пучин ГКЧП 91-го года. Нам опять будут напоминать давить на болевую точку под названием Ахиллесова пята. Будут напоминать все эти события. И знаете, кто-то относится к моменту распада СССР с откровенной радостью, нескрываемой радостью. А для другого это грустное событие. Но в любом случае, это страница нашей истории и вряд ли кого-то она оставила свое время равнодушным. 25 декабря 1991 года день, когда СССР прекратил свое существование. И оно стало де-факто шоком для, в первую очередь, для советского населения. Но, откровенно говоря, процесс дезинтеграции советского государства начался еще с 89-го года, когда начали принимать определенный пакт законопроектов, которые говорили и несли себе посыл о том, что советские республики в рамках перестройки, демократизации имеют право на самоопределение. То есть, как им дальше жить, как им дальше поступать. И многие говорят, что Советский Союз можно было сохранить. Конечно, можно было сохранить, господа и дамы. Но нужно было идти по китайским путям. Вот, пример говоря, в данном видеоролике в Ютубе называется «История Китая. Экономика. Становление государства. Чего жить от Китая в будущем», который я публиковал в конце декабря 2021 года. Я говорил, что именно перестройка 70-х годов в Китайской Народной Республике и привела Китай к тому могуществу, которым он находится сейчас. В СССР могло быть то же самое. Только перестройка обязана была осуществляться не с 85-го, а с начала 80-х годов. Почему? Потому что это процесс универсально затяжной в экономическом и политическом плане. Соответственно, население с путей оков социализма на путь якобы радужного капитализма перестроить очень трудно. Это почти нереально. Требуется десятилетие, как минимум одно десятилетие. И Дэн Сяопин, когда он был главой ЦК КПК, в конце 70-х годов начал процесс активной перестройки Китая. И, соответственно, к 86-му году Китай открылся для всего мира. В него начали перетекать иностранные капиталы. Почему? Потому что открылась первая офшорная территория на юго-восточной части Китая. И в Советском Союзе можно было делать то же самое. И нужно было. Но, к сожалению, советский номенклатурный аппарат, вот это коммунистическое правительство, оно не понимало основы рыночных механизмов. А те, кто понимал эти основы, их не пропускали дальше, по партийной лестнице. Почему? Потому что они выступали оппозицией по отношению к советской власти. А советская власть не любила оппозицию. Но все равно мы пришли к тому, к чему пришли. 85-й год, март месяц, назначение Михаила Сергеевича Горбачева на позе главы ЦК КПСС, генерального секретаря, ну, то бишь, де-факто, лидера советского государства. И с 86-го года начался процесс тотальных реформ и перестройки. И, соответственно, население, все эти реформы и перестройки, оно встречало, по большому счету, радужно. Люди поняли, что, господи, задышали, форточку открыли, воздух свежий пошел. Вы чувствуете? Вы чувствуете? Они чувствовали это. Но потом пошла цепочка причинно-следственных экономических связей, которые оборовали внутри советского государства ту самую уверенность в завтрашнем дне, ту самую перестроечное настроение, о чем я чуть позже вам озвучу. Вот, поэтому многие переклады ответственности на Горбачева, на Ельцина, на Шушкевича, главу Республики Беларусь того времени, и на Кравчука, главу Украины 90-х годов. Но, откровенно говоря, то, что были подписаны Беловежские соглашения тремя лицами, вопреки интересам других советских республик, ну, это такое, знаете, негативное историческое проявление. С этим я полностью солидарен. Но, опять же, было несколько факторов, которые привели страну к ее исчезновению, к ее распаду. Незадолго до окончания Второй мировой войны скончался президент США Франклин Рузвельт, который ввел вполне мирную политику по отношению к СССР и жила справедливо послевоенного устройства. Но он, как и другие представители союзных войск в то время, во время Второй мировой войны, жил мирное существование государств, даже при том, что их идеологии, скажем так, значительно отличались друг от друга. Но, внимание, после смерти Рузвельта на пост президента пришел Гэри Трумэн. Он был тотальным антисоветчиком против коммунизма и т.д. и т.п. Который умел убежать людей в своей точке зрения. И даже те, кто не испытывали неприязнь к СССР, встали на его сторону. Под бурные речи за счет государственной пропаганды о красной угрозе и начали проводить политику издерживания советского влияния. И да, если вдруг вы не знали, то холодную войну де-факто в свое время начали Соединенные Штаты Америки. Это не пропаганда, это история, это экономика. Все началось именно с них. А также их союзники. Кто начал подступать к границам Советского Союза в конце 50-х, начале 60-х? Кто ракетные войска размещал в Турции? Соединенные Штаты Америки. И СССР вынужден был отреагировать на подобные события, разместив войска уже на Кубе. Обычно политика и ничего личного. И, соответственно, именно западная коалиция, она создавала такой формат железного занавеса. Кто впервые озвучил эту тему, железного занавеса, это был Уинстон Черчилль. Типа, железный занавес закрывается. И начали огражать Советский Союз от так называемой идеологической пропаганды. Типа, коммунизм, социализм и прочее в этом духе. Потому что в то время, в 50-е годы, по Европе буквально шестло призрак коммунизма. В некоторых странах там было очень бурное восприятие населения по отношению к той или иной проводимой политике того или иного правительства. И общество это как бы не оценило. И не стало бы оценить почему. Потому что все эти реформы были направлены на пути прокапиталистических путей. И мы опять же приходим к тому, что история очень скоро повторится. И призрак коммунизма, социализма будет бродить через 15-20 лет снова по миру. Почему? А потому что расслоение межобщественное будет только нарастать. Среднего класса уже не будет к тому времени. Будут бедные, будут богатые. И соответственно идеи марксизма, ленинизма снова станут актуальными. Мы к этому и идем, господа. Медленно, но верно. Соответственно, по мере создания железного занавеса со стороны западных стран, СССР пришлось сделать упор на военное производство. А также более жестким методом контролировать общественную жизнь, Как внутри страны, так и ее за пределами. То есть организация Варшавского договора, прочие просоветские государства и т.д. и т.п. А это весьма дорогое занятие, скажу вам. Деньги тотально уходили. И данное занятие, оно по факту выматывает даже самодостаточную экономику, Не зависящую от внешнего импорта. Соответственно, несмотря на все нападки на Нигиту Хрущева, 50-х, 60-х годов, именно годов его правления, Они ознаменовались так называемой оттепелью, Пост-сталинской оттепелью, Когда население советское могло вздохнуть, Уж если не полной грудью, да, То хотя бы половиной своего легкого. Почуяли запах свободы. Когда были выпущены на свободу многие политические заключенные, Значительно уменьшилось количество репрессий, Были сняты многие наказания за серьезные проступки, По факту была сокращена продолжительность рабочего дня И проведена чистая денежная реформа. Однако, как не очень любят вспоминать, Ностальгирующие по тем временам люди, Именно при правлении Никиты Хрущева Случился расстрел рабочих в Новочеркасске, Что ознаменовало собой конец советской выборной системы. И, соответственно, дело в том, Что одним из главных достоинств этой выборной системы Была возможность отозвать своего представителя С высокого поста и назначить новое лицо. Соответственно, рабочие, они устраивали забастовки По причине повышения цены на продукты, питание И снижения зарплаты на заводах и на прочих производствах. И требовали лишь повышения оплаты труда, А также смены директоров заводов, То есть неэффективных так называемых менеджеров. Но Хрущев показал, что теперь рабочие ничего не решают И мог быть подавлен точно так же, Как и в капиталистических странах. Из рабочего государства СССР Плавно превращался в современную, Такую около демократию. Без возможности отзывы всех своих представителей. Также во времена Хрущева, по факту, Был принят ряд ошибочных решений В сельском хозяйстве, внешней политике, Что привело опять же к усилению Продовольствием кризиса внутри СССР. И уменьшение денежных резервов, казней И еще большей целяцией СССР от внешнего мира. И уже в 50-х годах Советский Союз, До этого стремившийся к коммунизму, Потихоньку стал разворачивать в сторону капитализма. Что шло вразрез с проводимой ранней политикой, И вызвало противоречия в советском обществе. Соответственно, мы плавно переходим с вами В рамки стагнации экономики 70-х годов. То есть, время Брежневской эпохи. Если говорить откровенно, То пик экономического роста в Совке Пришелся на 60-е годы. Именно в то время плановая экономика Она показала свои, опять же, Относительные возможности. И благодаря этому миллионы людей Получили вполне комфортное жилье Взамен так называемых коммуналок. Там, где селились ряд семей, Несколько семей. Господи, даже противно вспоминать, Если честно, но такое было. Как говорится, я тоже прекрасно помню Вот все эти коммунальные истории. Наши родственники тоже в одно время В коммуналке жили. И там, считайте, две семьи живет В одной жилплощади. В двух комнатах одна семья, Двух комнатах другая семья. И они делят между собой туалет, Кухню, ванную. Ну и как-то оно вот так вот. Нехорошо получалось. Извечный конфликт, да и только. Но это, опять же, история. Но, опять же, все это прекратилось в 70-х годах. Во время правления Леонида Брежнева, Которая часто называют эпохой застоя. Уже в начале 80-х годов Советские эксперты отмечали Неуклонное снижение темпов роста экономики И низкую эффективность использования сырьевых ресурсов. И, соответственно, Значительное отставание от западных стран В наукоемких отраслях. Особенно В учислительной технике. И недостаточное обеспечение населения продуктом И питанием, и рост зависимости от импорта продовольствия. И последнее импорт продовольствия Привело к тому, что в казне СССР Образовался серьезный торговый дефицит По отношению к западным странам. И, как уже было озвучено ранее, Немалая часть производства отводилась Военным отраслям. Но не из-за прихоти советского командования Или еще чего-то, А для поддержания паритета. Ведь с американского континента в сторону СССР Постоянно сыпались угрозы. А разведка регулярно докладывала О рассматриваемой возможности ядерного удара По Советскому Союзу. И, как следствие, Уже в октябре 1973 года В силу ступило нефтяной эмбарго По отношению к странам, поддержавшим Израиль В ходе войны судного дня В конфликте этой страны Сирии и Египтом. Соответственно, все арабские страны, то есть члены ОАПЕК Вместе с Египтом, Сирией, составляющей серьезную долю в добыче нефти Перестали поставлять нефть в США, Великобритании, Канаде, Нидерланды, Японии Ряду европейских и азиатских стран Что привело к значительным ростам на углеводороды На факторе ее дефицита нефти, то есть. И, соответственно, СССР на этом всем факторе увидел возможность Резко повысил поставки нефти в западные страны И если в 70-м году экспорт нефти приносил Советскому Союзу чуть более 1 миллиарда долларов То в 75-м году уже было 4 миллиарда долларов в год В 4 раза И примерно в это время СССР потел на так называемую нефтяную иглу То есть все С этого началась проблема по факту уже постсоветской экономики для России Нефтяная игла, которая продолжается по сей день И да, это произошло не в 90-е, а еще в 70-е При так называемом Брежневской лучшей эпохе Как некоторые наши аминистратические говорят Мол, это было лучшее время Ну, оно было лучше до поры до времени Пока цены на сырье были высокими Это и поддержало советскую экономику на плаву в то время Соответственно, в 79-е по 80-е годы Произошел новый нефтяной кризис Из-за сокращения торговых отношений США с Ираном Одним из главных посвященных углеводородов на западный рынок И, соответственно, однако Вот однако Позже начался кризис перепроизводства нефти Запасы росли Соответственно, цена на углеводороды сильно снижалась И советская экономика, уже значительно перестроившаяся под доходы от нефти Получила серьезный удар То есть ни о какой диверсификации Советская власть даже не знала и знать не хотела То есть, надо понимать одну простую вещь, что Сам процесс диверсификации экономики Он оптимален в рамках капиталистической системы А номенклатура советская, она этого не хотела понимать Они этого толком не знали Потому что везде преподавали тупо плановую экономику Не более того А это тупиковый ветвь развития Соответственно, все равно советская государство Неизбежно подступала к эпохе капитализма То, от чего мы ушли В царской России Вот к этому мы и пришли спустя 75 лет В итоге Вот в рамках данного микрораздела Как уже было озвучено ранее Политизоляция СССР А также необосновательный Небезосновательный риск нападения Со стороны США и у сателлитов, да, союзников Вынуждали СССР тратить огромные деньги На разработку новых вооружений И это сильно выматывало советскую экономику Де-факто И советская экономика И так серьезно постаралась После Второй мировой войны, да Когда пришлось, по сути, заново Строить большую часть промышленности И жилого сектора И по подсчетам западных экспертов Только за 89-й год СССР потратил на оборонку 250 миллиардов долларов Что более чем в два с половиной раза Превышает затрат на ту же отрасль в России В 2016 году И при этом в 89-м году Активно шла перестройка И налаживаясь отношения с западными странами То есть уже даже советская власть Горбачевского времени Будучи при перестройке Она не могла уйти от старых устоев Почему? Потому что в партии сидели те самые Персонажи, да, которые топились За сталинизм Брежневизм и прочее в этом духе То есть они-то умерли Брежнев, Сталин Но система-то осталась И даже когда Горбачев пытался Эти реформы Создавать, взаимодействовать как-то Наставлять страну на путь капитализма Ему преграждали путь То есть я не говорю, что Горбачев Такой мягкий и пушится Нет, но надо говорить Опять же Брать в приоритет те факты Какие были в истории А не винить все Во всех грехах одного человека Потому что Это неправильно Это перекладные ответственности На плечи другого персонажа Который и без того несет Довольно серьезный крест по своей жизни В рамках грязной репутации Уже сейчас Тут играет роль же Человеческая психология Так или иначе При этом Американские расходы на армию Были несопоставимы Выше советских В то время США Благодаря полученной В ходе Второй мировой войны Выгоде как минимум По Ленд-Лизу А также своим Странным союзникам Чьи рынки сбыта Были монополизированы Компаниями этой страны Могли позволить себе Огромные военные траты Которые значительно увеличились После избрания президентом Рональда Рейгана И тот Не только повысил Военный бюджет То есть Рональд Рейган Но и начал Активно финансировать Антикоммунистических правительств И формирование А также стал лоббират Введение законов И санкций Против стран Социалистического лагеря И что касается Космической гонки То она шла Не менее напряженно Соответственно между СССР и США Эти две страны Желали быть Первыми Во всем И разрабатывали Высокотехнологичные Дорогостоящие проекты И в большинство случаев СССР опережал США Но Какой ценой Опять же задумайтесь На это уходили Огромные срезы При этом При том что Космические исследования По крайней мере Вот в те времена Какие были Да Они не имели Большого значения Для науки И военной отрасли То есть Грубо говоря Мерились силой Какой ценой Вы мерились силой Я не понимаю Зачем вы это делали То есть Показывают Что вы круче Это глупо И понимаете В чем прикол Мы опять Переходим к тому Что чаще всего В политике Находятся бабуины Не экономисты Не социологи А бабуины И бабуины Умеют ходить по головам И бабуины Попадают во власть И бабуины Потом лоббируют Свои интересы И бабуины Потом Страну Приводят В тот самый Полит тупик Из которого Выходит она Кровопролитием Извините Мясо-таки подробности К большому сожалению Вот возвращаясь К военной гонке Космической гонке Все эти факторы Ставили свои цели Пропаганду Что в СССР Что в США Тупо повторюсь Мерились силой И это был в первую очередь Вопрос престижа Ну бабуизма В высшей степени А не науки Не прогресса А регресса Так показать силу Не более того И причем Престиж этот Этот покупался За огромные деньги Которые СССР Хоть и мог себе позволить Но в долгосрочной перспективе Это ударило по экономике Почему? А потому что Нефтегазовая страна была Советская Она зависела Тупо от поставок Цен на сырье И от цен на сырье Тем самым Не было как таково Повторюсь Диверсификация экономики Соответственно СССР все равно Был в долгосрочных перспективах Особенно в рамках Нефтяного кризиса В 80-90-х Он пришел бы В любом случае К политическому кризису В любом случае И это то Что номенклатура Коммунистической В то время Не понимала Экономисты Тоже этого не понимали Простыми словами С другой стороны Наступает 79-й год Когда экономика СССР Находилась уже в стагнации А страна под международным Давлением и санкциями И правительство страны Решилось еще на один шаг Который приблизил Государство к краху Вот войск в Афганистан Я еще раз напомню Что Афганистан За всю историю Никто не смог захватить Это очень вольное население Вот сразу скажу Тем самым Там после СССР Были американские военные Которые капитулировали оттуда Спустя там 30 лет Своего пребывания И другие государства Там были в том числе Тем самым Советский контингент Был ограниченным И это привело К серьезным тратам И кроме того После введения армии В Афганистан СССР Оказалось еще больше Изоляция Да там было Про советское правительство В Афганистане Да там все Скандировали за Коммунизм Социализм За вход Афганистана В состав 16-й республики Советского союза Но Проблема в том Что там было Многовластия в Афганистане Там было 3 власти Как минимум И страна делилась На 3 округа И каждым этим округом Владели местные Князья Скажем так Поэтому единого Политического вектора Как такого-то и не было И соответственно Только из-за этого фактора СССР вошел в Афганистан Чтобы там поставить Свою власть Но к сожалению Не получилось Потому что СССР Опять же Вел войска в Афганистан По против правительства Этой страны Одно из правительств Этой страны И это являлось Не военным вторжением А исполнение обязательств По договоре О дружбе Добрососедстве И сотрудничестве 1978 года И ведь главной проблемой Было то Что вооруженные формирования С которыми сражались Советские войска Щедро финансировали Странами НАТО Это надо понимать И Китая К слову говоря Китая Подчеркиваю Соответственно Эти отряды Получали современное Вооружение Деньги И что важно Высококачественную пропаганду Где они выставлялись Борцами за свободу Против кровавого режима СССР Так это называли В то время И кстати Именно в это время Были возвращены Точнее возвращены Ну то есть Становились такие Известные персонажи Которых я не буду озвучивать Которых уже в живых нету Ну Я думаю Вы знаете Про кого там речь Может быть Радикалы Радикалы Просредственные радикалы И соответственно По мере Перехода СССР Уже в 80-е годы Наблюдалась Резкая смена Политкурса Из-за нескольких Из-за нескольких Генеральных секретарев Это Иандропова И Черненко Которые Пробыли Главами СССР Буквально там По два года Каждый А в 82-м году В ноябре Брежнев помер Время пришло На его смену Пришел новый Генсек Юрий Иандропов Такой Властный КГБшник Силовик Ну повторюсь Бывший глава КГБ Который выступал За весьма жесткие Методы Ведения политики Так например Именно В это время Началась борьба С прогулами Вплоть до того Что люди Прямо во время Просмотра фильма В кинотеатрах Опрашивали О местах О месте И времени работы Однако опять же В заслуги Иандропа Можем вести попытки Побороть коррупцию В высших кругах власти А также повышение Производительства труда В СССР И к слову Реформы СССР Направлены на демократизацию Которую позже Стали называть перестройкой Были сформированы По указанию Андропова Но Андроповской перестройке Не сужено было сбыться Почему? Потому что он помер В феврале 84 года Вот о чем речь То есть перестройка Уже началась По факту В начале 80-х Годов То есть тогда Даже КГБшники Прекрасно понимали Что тем путем Каким идет страна Таким уже путем Ити нельзя Нужно что-то менять Как-то перестраиваться На новый путь развития И соответственно Мы приходим К перестройке Перестройка Гласность Ускорение Демократии Это кстати говоря Лозунги Андропова В свое время Они тоже так говорили Ускорение 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 Только ускорение Ну они Популярность Эти слоганы Обрели Только за счет Горбачевских Инициатив Так широкие массы Не вышли Соответственно Уже упомянуты Высшие реформы По демократизации Они представляли С собой изменение Курса правительства И вызвали резонанс В обществе Разлив его тупо На два лагеря Консервативный лагерь Сталинизм Советизм И либеральный Только за капитализм За перестройку И тем самым Правительство Начало ослаблять Цензуру И люди стали Понимать Что они живут Далеко не в идеальном Государстве То есть такая Высококачественная Пропаганда Когда она Отключилась Народ начал задумываться Что что-то здесь не так Вот что-то как-то Вот Что-то по-другому Все Чем нам и раньше говорили Соответственно Правительство Начало Ослаблять все возможные Ранее закрученные гайки Как я сказал В начале видеоролика Горбачев Это Повторюсь Личность Пришедшая Только в рамках Причинно-следственной связи Проводимой В стране политики То есть когда Резко закручивают Гайки Там последние полвека Приходят в одну эпоху Человек Который начнет Тотальный реформ Потому что страна Она с этого В тупике По-другому Это нельзя назвать Социальный накал Он в том числе Растет И внимание На неподготовленной Головой советских Людей Полились тонны информации Которая рассказывала О неэффективности Производства Авторитаризме И других недостатках Устройства Социалистического режима И разумеется Недостатки были Но они многократно Усилились для того Чтобы оправдать Действие новой власти Обелить ее По сравнению с Прошлыми правителями Советского Союза Кроме того Была введена Многопартийность И это шло в разверт Конституция СССР Так и самим Устройством государства Ведь оно Было Номинально Социалистическим Но по логике В нем не могло Существовать людей Которые Ротовали бы За капиталистические И национальные идеи Также Началась Либерализация Экономики Предприятия Скажем так Товарищества Начали появляться Разные Частного производства И т.д. И т.п. И она все больше Вставала на рыночные рельсы Но так неловко Что по сути Экономикой СССР Времен перестройки Выбрала себе Все худшее Как от планового Так и от рыночного устройства И соответственно Здесь уже начинаются Проблемы Возникает Нехватка продовольствия Многие предприятия Сознательно Саботировали Поставки Утилизировали продукцию По указу Заинтересованных В развитии кризиса Людей Которые позже Пришли уже к власти В новой России Олигархат И это не домыслы Кого-то Это история Господа Это история Посмотрите на документальные Видеохроники Там конца 80-х Начала 90-х годов Как показывали Что утилизировали Как утилизировали Какие были популистические Лозунги в то время И прочее в этом духе И прекрасно поймете Что процесс Нагнетался И проблемы Только-только Сильнее всплывали Тем самым Осенью 89-го года В результате перестройки И политики Глазности Большинство стран Варшавского договора Бых штата Сателлитов То есть Государ спутников Для Советского Союза Прошла волна Смен власти Тупо Сами знаете Что прошло там И за несколько месяцев Союзники СССР Перестали быть таковыми И стали На демократический рельс То есть На капиталистический Путь развития Мирно сменив Свои коммунистические Правительства В результате выборов И сначала Отпала Польша Затем Венгрия После чего Ряд других Там Стран Объединение было Двух Германий Федеративная республика Германия И Германская Демократическая республика Объединили в одну Страну Под названием Федеративная республика Германия ФРГ Потом Чехословакия Пошли реформами В Югославии Албании И прочие в этом духе Соответственно СССР остался потом Без сфер влияния И баланс сил Европы Республик В сторону НАТО И уже с 1 июля С 1 года Была официально распущена Организация Варшавского договора А нафига она нужна Если сателлитов нету Согласитесь Зачем И что касается Граждан СССР То они на примере Увидели Что можно Как бы Сменить власть С помощью выборов И таким образом Решить проблемы Накопившие государство И обществе Пускай это и было Нередко лишь Иллюзорная возможность Но они В голове Такие мысли держали Соответственно Мы подходим с вами Аккуратно К теме Беловежских соглашений Между Бывшими Советскими Республиками Там уже появилось Де факту Новое правительство Демократическое Вот Украина Перед вами Кравчук Шушкевич Беларусь И Ельцин Российская Федерация И часто Можно все таки Услышать Что в СССР Была якобы Дружба народов И национальные интересы Были якобы Невозможны Но знаете Такое было Только тогда Когда было Было формирование Советского государства То есть В начале 20-х годов Но По мере Накопления Проблем Какие были В СССР В 60-е 70-е 80-е Все мышцы Фиолетово Есть там Народности Отдельные Они говорят Что наши интересы Превыше всего А вот ваши Не превыше Вот так СССР Начала развалиться Уже чисто Этническим путем Не только там Экономика Не только политика Но уже и Национальный принцип И тем более Первые звонки О развале СССР Пошли с Прибалтии Которая Была включена Встав в СССР Перед Второй мировой войной А в 89-м году В странах Прибалтии Была проведена акция Балтийский путь Которого Спал за независимость Этих государств И когда эти государства Вышли уже Из состава СССР Народ офигел Мол Подожди А так Можно было сделать То есть Можно выйти Из состава СССР Хотя номинальная Конституция СССР Она прописывала Что мол Из республик Точнее Республики Из СССР Имеет полное Право выхода Из состава Союза Но Там понятилось Что если Одна из республик Такой бы Согласилась При Андроповской Власти При Брежневской Там Или Хрущевской И туда Были бы сразу В войска И была бы смена Местного Местного Политического Режима В этих республиках То есть Были Одни коммунисты Да Стали другие коммунисты Более влияльны Более Лояльны К ЦК КПСС К Москве Простыми словами Вот Соответственно Уже В марте 11 1990 Года Литва Откололась От СССР Первая республика Которая вышла Тем самым Через год Уже Точнее Через полтора Года СССР По факту Прекратил свое Существование Путем подписания Беловежских Соглашений Я ведь все Веду к тому Что проблема Развала СССР Она нас будет Преследовать Еще Долгие годы Поверьте Как минимум Еще Минимум Два поколения И все будут Говорить Все будут Вести Домыслы Что СССР Можно было Сохранить Конечно Можно было Если Было бы Адекватное Проведение Политических Реформ И главное Своевременное Проведение Политреформ Как это сделал Китай В 70-е годы И уже В 80-е годы Они открыли Первый Офшор В Китае Туда начали Перетекать Мировые капиталы В СССР То же самое Могло бы быть Если бы Партия Понимала Что надо делать Именно так А не так И что нужно Продвигать Именно Новых Либеральных Людей Во власть В то время В 70-е 80-е То есть Предприниматели Коммерсантов Которые понимали Хотя бы основы Рыночной экономики Которые бы Стали быть дальнейшими Уже драйверами Развития СССР Как капиталистичного Государства И тогда бы сейчас СССР Был бы государством На века Были бы Посиденте 15 республик И СССР Был бы уже Может быть Первой экономикой В мире По другому никак Но История Распорядилась Иначе К чему От чего ушли В 17-м году От капитализма К нему же Пришли Снова капитализму В 92-м году Только С примесью Гипершоковой терапии Лютый обвал Рубля Цепочка Девальвации Цепочка Деноминации Закончит Дефолтом 98-го года Жесткий Путь Перестройки От социализма Капитализма Который Блин Опять Можно было Миновать Если бы Были Более адекватные И правильные действия Со стороны Ельциновской Власти По другому Не скажешь Но это Опять же Все история И В любом случае Надо исторические Факты Помнить Их учитывать Чтобы в будущем Не повторять Не повторять Те самые ошибки Такие ранее были Ранее были В истории России Ну и главное Необходимо Разбираться В макроэкономике И В политических И Социологических Механизмах Все будет Хорошо У нас имеются Медиаресурсы В каждом Описании Под каждым Видеороликом В первом Пункте Наши Телеграм Каналы В Кантагруппа И Яндекс Зен На эти Ресурсы Я вам Рекомендую Настоятельно Подписаться Потому что Информация По рынку Торговые Идеи Сделки Мнения Аналитика Макроэкономика Политология И Социология Выходит Только на Этих Ресурсах В первую Очередь И они Уже Задержка Во времени Поступают На Ютуб Рекомендую Подписаться Телеграм Каналы В Кантагрупп И Яндекс Зен Первый Второй Третий Пункты Ну и Помните Что мы Все Обречены На Прибыль Лишь Время И Грамотная Стратегия Наши Главные Союзники Всего Вам